Когда даже в отпуск ухожу, не могу дома сидеть, вижу, когда друзья, дети во дворе. Кто-то играет, стараюсь всегда подключиться где-то. Как бы действительно, многие люди говорят, для кого-то работают, это жизнь. Но в данный момент она для меня жизнь, поэтому вообще еще и не женился. Потому что живу футболом, живу этими идеями. Вот так с любовью о своей профессии рассказывает крымско-татарский профессиональный футболист Редван Мемешев. Он родился в 1993 году в Джанкое. Любой футбол это, наверное, еще от отца, потому что отец в свое время в Узбекистане играл. И с трех лет я уже с ним ездил по каким-то его турнирам, его играм. Индивидуально он со мной уже занимался в то время. И с шести лет я пошел на тренировки. Я тогда был один из маленьких. И с этого момента началась футбольная жизнь маленькая. В 13 лет меня отец отвез в Крымское училище Олимпийского резерва. С этого началось такое, можно сказать, начало моего большого пути к футболу. Редван Мемешев начал свою карьеру в клубе Крым-Теплица. В 2013 году стал основным игроком команды «Волынь». Он дважды расписался в воротах донецкого «Шахтера», благодаря чему «Волынь» одержала сенсационную победу со счетом 2-0. Я выиграл Кубок Содружества со сборной Украины. Это тоже для меня всю жизнь будет. В «Волынь» я проиграл почти 4 года. И получилось так, что у нас тоже первая игра сразу с «Динамо Киевом» на ИНСК Олимпийском. Пришло около 40 тысяч тогда. Эта игра дала понять то, что нужно стремиться всегда как бы идти вверх и находиться на таком уровне, чтобы видеть и получать такие эмоции. Мемешев стал первым крымским татарином, принимавшим участие в играх молодежной сборной Украины. На протяжении 2013-2014 годов Редван Бей провел в составе украинской молодежки 13 матчей. Мне тогда было 19 лет. Премьер-лига Украина, команда. Мне агент сказал, что ты будешь играть или за дубль, или за ее 19. Я еще подходил в тот момент. И мы поехали на Словене на сборы. И получается так, что в шефте матчах я забил пять мячей. И мне сразу сказали, что ты подходишь, ну как бы рассчитывая тебя под первую команду, потому что видно, что он обученный хороший футболист. В 2017 году Редван Мемешев продолжил свою карьеру в составе Львовских Карпат, а через некоторое время подписал контракт со спортивным клубом «Днепр-1». Последним профессиональным клубом Мемешева стала белорусская Славия Мозырь, в составе которой он сыграл пять матчей и забил один мяч. В 2018 году один из самых перспективных футболистов Редван Мемешев вернулся в родной Крым. Последние два года он является игроком крымско-татарской футбольной команды «Хзлташ», основанной в 2016 году. Он признан лучшим футболистом премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2023 году. Редван Бей уверен, для победы в футболе нужен усердный и неустанный труд. В первую очередь нужно работать, усердно понимать свои ошибки, которые ты делаешь на футбольном поле, делать самоанализ и всегда двигаться вперед. Без поражений не бывает побед, поэтому все в жизни проигрывают, но нужно вставать, идти вперед и побеждать. Сегодня Редван Мемешев готов делиться своими знаниями и обучать детей. Хочу открыть футбольную школу под названием «Хзлташ». Почему «Хзлташ»? Потому что у нас уже более семи лет есть команда, которая выступает в премьер-лиге Крымского футбольного союза Крыма, поэтому хочется назвать так команду, так как, чтобы дети понимали, что развитие клуба и футбольной школы будет, конечно, всегда, каждый месяц, каждый полгода, каждый год идти только на высшем уровне. Поэтому открываем детскую школу с 5 до 12 лет. Призываю, конечно, всех детей, особенно крымских татаров, приходить, поделюсь своим опытом. Жизнь как жизненном, так и футбольном. Покажу, подскажу, как им двигаться в плане спорта.